Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас наконец-то рецепт, которого вы давно ждали и давно от меня просили. Да, мы готовили с вами крошку, мы использовали квас в других блюдах, и вы меня каждый раз просили, сделай ты уже домашний квас. Наконец-то время настало, наконец-то я готов вам показать рецепт правильного кваса. Согласитесь, что для лета лучше вот кружечки такого прекрасного напитка ничего не существует, никакие газировки, ничего не подойдет, только квасок. Ребят, готовить квас в принципе как бы не быстро, да, это долгий рецепт, особенно поначалу, то есть сначала мы делаем первый квас, а потом на основе этого первого кваса следующие и последующие квасы готовятся целое лето достаточно быстро, но сделать первый квас запарочно. И давайте, наверное, немножко поговорим. Рецепт такой все-таки я вас предупредил, что он длинный будет, поэтому не грех поболтать, тем более я люблю. И позвольте мне еще немного уделить времени не только квасу, но и прекрасному спонсору этого выпуска. Спонсор выпуска необычный для кулинарного шоу, но от этого он не менее прекрасен. Ребят, представляю вам новый хостел на 18 мест, который находится в Питере, в самом центре, ребята, на Невском. Те, кто иногда пользуются услугами хостелов, знают прекрасно, что там что-то бывает старенькое, что-то потертенькое. У этих ребят все абсолютно новое, новое постельное белье, новые кровати, короче, ну свежачок. Пацаны копеечные, ребят, 500, 600, 700 рублей в зависимости от того, в каком блоке вы выберете проживание. В общем, ссылку на сайт и, наверное, еще ссылку на букинг с описанием этого хостела я оставлю в описании к видео, так что переходите, пользуйтесь с удовольствием и живите там. Я, если в Питер поеду, ребят, до реми, я к вам обращаюсь, я к вам точно заеду. Есть несколько вариантов приготовления домашнего кваса. Ну, один из вариантов это пойти, купить готовое сусло, приготовить квас. Это просто. Не для нас, ребят. Второй вариант тоже простой, готовят такой квасной напиток, много рецептов в интернете, на базе растворимого кофе дрожжей. В принципе, да, в принципе, это напиток. Нельзя назвать, конечно, квасом ни в коем случае, но он чем-то похож. Он чем-то похож, имеет место быть, можете посмотреть, ребят. В этом ролике такого рецепта не будет. Еще один вариант приготовления хлеба, который достаточно часто можно встретить в интернете, это приготовление кваса на хлебе. Он уже, это как-то более-менее правильно, но с использованием дрожжей. Этот вариант быстр, практичен, но он уступает тому варианту, который мы будем готовить сейчас с вами. Еще пару слов, наверное, про идеологию кваса хочу сказать. Правильный квас, тот, который готовили вот наши бабушки, прабабушки, это квас в настоящей терминологии называется квас двойного брожения, когда в квасе соблюден баланс кисломолочных бактерий и баланс спирта. Поэтому, если вы делаете квас с использованием дрожжей, у вас получается скорее брага, нежели квас, потому что спиртовое брожение преобладает над кисломолочным. А в правильном натурально вкусном квасе, где соблюден баланс витаминов, полезных веществ, все-таки кисломолочное брожение должно преобладать над спиртовым. Поэтому использование дрожжей я бы не рекомендовал. Дрожжи, они, естественно, все равно выделятся при брожении, никуда они не денутся, они будут в квасе, когда мы будем его готовить. Но они появятся у нас не сразу, и все-таки первое, что у нас будет появляться, это кисломолочная, ну, как бактерия, да, друзья мои, это то, что, в общем-то, красит квас. Что же было в арсенале для приготовления кваса у наших бабушек? Ну, давайте представим, да, то есть это вот какая-то древняя деревушка, там бабушка с деревянными кадочками, у нее есть вода, что у нее есть еще? Ну, ржаная мука, например, или хлеб, остатки от хлеба какие-то, да? Да, например, корочки какие-то остались, засохший хлеб, допустим. Я купил, конечно, не засохший хлеб, это буханка ржаного хлеба абсолютно натуральная, без всяких там яиц, то есть тут мука, вода, дрожжи. Вы скажете, дрожжи тут есть. Ребят, ну тут уже дрожжи умершие. Этот хлеб выпекали, дрожжи тут дохлые, поэтому нельзя называть вот как бы то, что мы будем делать из этого хлеба, нельзя говорить, что мы готовим с дрожжами. Нет, это неправда. Дрожжи появятся чуть-чуть позже натуральным способом. Ну так вот, у бабушек был хлеб, вода, сахарочек у них был, а иногда и сахара не было, готовили кислый квас, иногда не было и ржаного хлеба, готовили белый квас на белом пшеничном хлебе. В общем, я так скажу, на самом деле квас, он сложен и в то же время прост, потому что идеологически это очень простой напиток. Его делали очень просто, не запариваясь, ребята. Поэтому, если вам будут говорить, что квас это очень сложно, это не так. Давайте я покажу, в общем, как его готовить. Первое, что надо сделать, это приготовить закваску. Она готовится долго, но очень просто. Возьмем вот эту буханку и приготовим из нее сухари. Нам часть понадобится для закваски, а часть мы будем использовать потом для приготовления самого кваса. Нарежем на кусочки, отправим в духовку, я не знаю, ну, надо хорошо очень подзолотить эти кусочки хлеба. Они должны быть, знаете, даже немножко пригорелые, потому что вот эта пригорелость даст цвет. Сушиться хлеб будет, ну, градусов давайте возьмем 160-170 и посушим некоторое время. Следите за духовкой сами. Итак, хлебушек готов. Видим, да, что, в принципе, он немножко поджарился с краев, вот где корочки, мелкие кусочки совсем зажарились, я думаю, их не стоит использовать, они будут горчить. Ну, вот этот хлебушек прям самое то получился. Супер. В принципе, можно заморочиться и сделать закваску на ржаной муке. Но найти ржаную муку в магазинах не так-то просто, ребят. Ржаной хлеб гораздо проще найти. Наверное, на ржаной муке чуть-чуть лучше по качеству у нас получится закваска. Но давайте мы с вами будем все-таки стараться как-то играть на компромиссах и сделаем более сподручный вариант, потому что реально найти ржаной хлеб натуральный не проблема. В каждом магазине он продается. Делаем, в общем, на хлебе. Пока хлебушек у нас доходит в духовке, надо вскипятить воды. Ну, желательно ее с запасом вскипятить. И пускай она стоит, ждет приготовления самого кваса. Ничего там за пару дней с ней не произойдет. В общем, ребят, ну, литров пять, скажем так. Кипятим воды и остужаем ее до комнатной температуры. Как сделать закваску? Берем литровую баночку или поменьше. Туда достаточно будет одного кусочка хлеба наломать. И вот подгорело еще кинем. Сахарочек. Достаточно чайной ложки будет, чтобы брожение пошло. Можно чуть-чуть побольше или чуть-чуть поменьше. Не принципиально. Сахар, он очень способствует брожению. И добавляем примерно стакан-полтора охлажденной кипяченой воды до комнатной температуры. Вот как-то так. Сахарок размешаем. И оставим сквашиваться. Если бы мы готовили с дрожжами, да, это было бы быстрее. Мы бы туда добавили бы дрожжей в прохладную воду. Ну, в смысле, не в горячую. Где-то 30-35 градусов. Добавили бы дрожжей. У нас бы скисание произошло быстро. Но тогда мы потеряем качество. Теперь банку надо чем-то накрыть. Можно просто чистым полотенчиком или марлей, чтобы туда просто пыль не попадала, мухи всякие. И поставить в теплое место. Если солнышко, ребят, ставим прямо на подоконник. Самый лучший вариант, чтобы прям температура была хорошая 25 и выше градусов. И ждем сколько? Два дня минимум. Лучше даже три денька подождать, чтобы все хорошенько закисло. А вот сухарики нам через пару дней еще пригодятся. Поэтому остужаем и складываем в какой-нибудь пакет. Это будущий квас. Через три дня берем закваску. Она получается очень кислая. Пахнет кислотой и очень мутная. Такая бледно-мутная. Противная на самом деле выглядит. Но это то, что нужно. Теперь готовим сам квас. В этот раз берем чистую трехлитровую банку. Туда выливаем всю нашу закваску. Добавляем сухарей. Ну, сухарей добавлять сколько по количеству? Вы знаете, ну вот, наверное, где-то столько. Примерно одна треть сухариков, чтобы не очень плотно это все лежало. На самом деле, чем больше сухарей, тем более насыщенный квас по вкусу. Хлебный, я имею в виду, вкус получается. Чем меньше сухарей, тем больше кваса. Вот выбирайте. В общем, я где-то треть добавляю. И заливаем эту закваску водой. Заливаем банку не полностью, потому что все это будет разбухать внутри, а где-то по плечике. Плечики это что? Ну, это где банка начинает заворачиваться. Вот у людей вот здесь вот плечики. Мы заворачиваемся к голове как бы, да, наш организм. И, соответственно, у банки плечики вот где-то здесь. До этого уровня и заливаем. Добавляет ли на этом этапе сахар? Я бы не стал на самом деле, потому что сейчас наша задача сделать основу квасную. То есть это должен быть кисло-хлебный вкус. Немножко спиртовой. Сахар потом добавим, ребят. Ну, по вкусу будем его добавлять уже в готовый квас перед тем, как разливать в бутылки. Теперь банку надо накрыть марлей или полотенцем и отправить на второй этап брожения. Сейчас как раз то самое время, когда квас будет насыщаться хлебным вкусом. Будет весь этот объем воды насыщаться кислотой. Кислота будет распределяться. Немножко будет выделяться, естественно, спирт. Потому что безалкогольный квас это просто миф. Такого не существует и такого быть не должно. В квасе должен быть алкоголь. Иначе это у вас просто получается, как даже антибрага какая-то. То есть просто какая-то кислота непонятная. Через пару дней квас, в принципе, готов. Его можно уже разливать в бутылки и останавливать процесс брожения. Брожение остановится за счет чего? За счет того, что мы охладим бутылки в холодильнике. Да, когда температура упадет, брожение перестанет быть. Вот, ребята. Теперь процеживаем квас через марлю, через сито мелкое. Как хотите, в общем, процеживайте. И его можно разлить по бутылкам. Но перед этим помните, что на этом этапе как раз надо добавить сахар по вкусу. Самый простой вариант это добавлять по столовой ложечке, перемешивать и пробовать, как вам будет вкуснее. В принципе, если вы хотите квас использовать для крошки, например, я бы вообще не рекомендовал добавлять сахар. Использовать квас такой, какой он есть. Очень важный момент в приготовлении кваса, друзья мои. Это температура, при которой квас у нас настаивается. Бродит, скисает. Я не знаю, как эти процессы правильно назвать. Температура должна быть действительно теплой. Именно поэтому лучшие квасы получаются в летний период, когда температура, ну, в квартире, на окошечке выше 25 градусов. Если температура ниже 25, где-то там в районе 20 градусов, ниже 20 градусов, у нас скорее получится брага. А квас, где у нас будут преобладать кисломолочные бактерии над этиловым спиртом, скажем так, получается только при высокой температуре. Только, то есть, при быстрой, как сказать, ну, при быстром брожении, что ли. Ну, наверное, так. Поэтому, чем теплее, тем лучше. Если так сложилось, что у вас, например, батарея работает, еще до сих пор летом работает батарея, это вообще идеально. К батарее поставьте, квасится квас, тогда получится отлично. Если вы хотите кваском прибухнуть, то лучше сделать как раз брагу, то есть, найти где-то потаенное местечко прохладненькое, градусов так 18, меньше 20, в общем, и поставить туда. У вас тогда получится, ну, тоже, в принципе, хлебный напиток, чем-то похожий на квас, но это будет брага, там будет спирта достаточно много. Сразу признаюсь, что квас, который мы получаем вот при первой закваске, он не самый идеальный. Да, он вкусный, да, его можно пить лучше, ну, лучше всего его использовать в окрошечку. Идеальный питьевой квас будет получаться у нас второй, третий, четвертый, пятый и так далее разы. Чем дальше, тем лучше. А для того, чтобы следующие квасы у нас получались, мякиш хлебный, который остался после разливания, ни в коем случае нельзя выкидывать. Это идеальная закваска для будущего кваса. Если вы сейчас не хотите делать следующую порцию кваса, то заквасочку сложите в банку и уберите в холодильник. Еще один важный момент. Квас, как бы вот приготовленный по этой технологии, получается немножечко газированный. Если мы хотим большей газации, то лучше всего использовать какие-то сухофрукты прямо в бутылку. Прямо добавить их в бутылку, и тогда будет выделяться углекислый газ, и действительно он станет хорошо газироваться. Потому что ягоды, они способствуют дополнительному брожению. И поэтому я советую перед тем, как убрать бутылки в холодильник, добавить в бутылку, скажем, на полтора литра, где-то 3-4-5 изюминок, закрутить плотно бутылку и оставить бутылку нагазироваться, скажем так, еще немножечко побродить. Вот посмотрите, бутылка со временем стала очень плотной, то есть она нагазировалась, и ее самое время убрать в холодильник. Так вот, она проминается, конечно, не как какая-нибудь газировка, но все же газа там много. Убираем. Ну вот квасок постоял, друзья мои. Постоял в холодильничке, остыл уже. Давайте посмотрим, как откроется. Газики там есть. Хорошо. Ну что, дегустация первого кваса. Запах хорошо такой, хорошо кисло-хлебный такой запашок. Газики есть газики. Не очень много их, сразу скажу. Можно, наверное, даже изюм добавлять вот в процессе брожения, то есть прям в банку. Но газики есть, прям хорошо так щекотят. Хорошо такой освежающий, кисло-сладкий вкус. Супер. Даже первый квас офигенный. Вот второй квас получится гораздо вкуснее. Вот мы баночку сделали. Он будет еще вкуснее. Хорошо, хорошо. Как я и сказал, из оставшейся хлебной закваски можно приготовить следующие квасы. То есть каждый раз, сохраняя вот этот мякиш, мы оставляем закваску для приготовления следующего кваса. И, соответственно, первый этап мы пропускаем вот эти вот три дня, когда мы готовили закваску. И реально, следующие квасы получаются лучше. Чтобы сделать следующий квас, друзья мои, опять в чистую трехлитровую банку засыпаем вот эту закваску. Точнее, закладываем ее, потому что это мякиш такой получается. Дополнительно опять добавляем сухари хлеба. Ну, опять-таки по вкусу. Сухарей можно добавлять чуть меньше, чем при первом квасе. И оставляем опять постоять в теплом месте. Ну, 24 часа. Ну, там полтора дня. Иногда два дня можно дать постоять. И получается опять новый квас. И так вот, повторяя процесс за процессом, у нас квас все вкуснее и вкуснее становится. Честное слово. Вот так вот, в общем, ребята, готовить домашний квас. Как бы один из вариантов приготовления домашнего кваса. Ну, мне кажется, он один, как бы вот, компромисс между вкусом и удобностью применения. Да, потому что все продукты есть абсолютно. Наверное, это самый оптимальный вариант. Ребят, извините, что очень много разговаривал в этом ролике. Но информации действительно много. И можно было еще и больше вам рассказать. Всякого интересного. Ну, да ладно, чтобы совсем не растягивать ролик. На этом закончим. Я надеюсь, он вам был полезен. Какие-то для вас там секреты открылись. Если вам понравилось, то поставьте лайки там на канал. Подпишитесь, друзья мои. Буду стараться для вас делать все лучшие и лучшие рецепты. Ну, а на сегодня все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok